Мы на месте. Мы приветствуем ДАЦИ, интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Я даю команду на счетри. Скэнер сканер пространства над головой ДАЦИ под ногами. 360 градусов вокруг нее. 37 тонких тел ДАЦИ. Находит все. Я спрут. Синий дракон. Да. Джин. Инсектоид. Достаточно. Считай цифру синего дракона над головой. 33, 36. Считай цифру Джина над головой. 8, 6, 26. 8, 6, 26. У нас золотой Джин? Да. Хорошо, золотой Джин. И с тобой у нас будет куча вопросов. К тебе вернее. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, на то будет оказано массивное воздействие. Не рекомендую проверять. У меня есть оружие на каждой вашей чистоте. Я даю команду тонкой копии ДАЦИ спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственной внести энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сколько инсектоид находился в этом биополе? Год и три месяца. Сколько у тебя инкубаторов находится в ней? Инкубатор спит пока. Неактивный. Но он уже построен, да? Нет, он только зарождается. Понятно. Хорошо. Сколько находится Джин в этом биополе? Год. Год всего. Один год. С какой вещью ты пришел к ней? Женской. Не понял. Обычно это инкуба интересует. Платье. Платье. Понятно. Хорошо. Значит, ты пришел с какой-то вещью в виде платья, правильно? Она в зеркало любовалась, и я из зеркала вышла. Ты к ней подключился, ты сказал, один год. Как твоя пыль золотая воздействовала на нее? Где она теряла энергии? На чем? По деньгам бил? Я желание исполнял. Знания давал. Деньги приходилось платить. Расскажи мне насчет знаний. Какие знания ты ей давал? Мне уже интересно. Открывал ей двери интересные. Новое узнавала. Например, про фей? Русалок? Нет, это ее генетическая память. Я лишь открывал дверки. Понятно. Ладно, хорошо. Ты в квартире, я полагаю, тоже присутствуешь со своей пылью, правильно? Я только в ней присутствую. Только в ней. Хорошо. У меня нет заказа на чистку квартиры. Но если этот заказ поступит, через 10 минут я буду в ее квартире. Даже если там хоть пылинка твоя останется, я тебя смогу вытащить. Я тебя предупредил. Лучше. После чистки собери все и уйди. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Датца забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что они похитили. Все, что они изъяли. Да, последняя капля возвращает Датца себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Синий дракон, сколько ты находился в этом биопуле? Четыре года. Где стоят твои платы? Третий глаз, Мишутха. Хорошо. Что ты ей демонстрировал? Что ты ей показывал? И что било по голосовой чакре? Объясни мне. Я хочу понять, как ты на нее воздействовал. Считывал ее интересы. Сколько считывал? Летал с ней во сне. Ты не летал с ней во сне. Ты ей демонстрировал то, что ты видел своими глазами, дракон. Ты серьезно вот это сейчас меня за идиота считаешь? У тебя контракт есть? Я выражаюсь так, как могу. Я летал в те места, которые знаю. Показывал ей. Понятно. Ты ей показывал, но летал ты там сам. Вот о чем я имел в виду. У тебя контракт есть с ней? Нет. У кого есть контракт с Датцией? И у кого? Отлично. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готова. Начинаем с инсектоида. Инсектоид. Выходи. Отключайся полностью. Вытаскивай все, что ты там оставил. Жидкость. Ничего не забывай. Возвращайся назад и докладывай мне готовность к проверке. Приступай. Все вынес. Джин. Тебе выходить не надо. Отключайся. Собирай полностью всю свою пыль. Ничего не забывай. Приступай. Он стянулся у нее руки, ноги. Вот они были. Да, он все вернул себе. Хорошо. Синий дракон. Выходи. Вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Приступай. Готово. Хорошо. Спрут. Сколько ты находился в этом биополе? Четыре месяца. Выходи. Отключайся. Снимай свои присоски. Все, что у тебя там осталось. Жидкость отсасывай. Ничего не забывай. И возвращайся назад. У него голова, волосы, но он еще плохо держится, присасывается еще присосками, как вкручивает ей голову. Ну, Дации еще повезло, что она рано его нашла. Через пару месяцев он бы там такой устроил кашу в голове. Мало не покажется. Все снял. Хорошо. Итак, все-все сняли. Дуй команду на рассинхронизацию. Дации с прутом, синим драконом, джином, инсектоидом. Значит, три, один, два, три. Пошла рассинхронизация до 100%. Закончится автоматически. Она голову трогает, волосы, говорит, я чувствовала тяжесть, но не думала, что это так может быть. Может, еще и не так быть. Вам повезло, что он мало сидел. Готово. Хорошо. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Честно. Отлично. Подхожу к дации, помогая ей моей энергии отстегнуть все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетают каналы, отсекаются. Открывая портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрываем, опечатаем, растаряем. Готово. Хорошо. Вы все-все сняли. Первый раз я отпускаю. Я прошу вас не приходить в это пиапуле к этому человеку. Касается всех. Инсектоид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Один, два, три. Инсектоид забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою чистоту, закрывая, опечатая, растаряем. Есть. Хорошо, Джин. Я повторяться не буду, ты меня услышал. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Один, два, три. Джин забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою чистоту, закрывая, опечатая, растаряем. Готово. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь к этому человеку. Даю слово синего дракона. Принимаю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту, закрывая, опечатая, растаряем. Готово. И спрут уходит на свою чистоту, закрывая, опечатая, растаряем. Все ушли? Да. Хорошо, ДАЦИ. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. У нас остались 10 вопросов к вашим кураторам. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя ДАЦИ. Это женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя ДАЦИ. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Рада представиться. Зовите меня Вега. Вега. Приветствуем вас, уважаемая Вега. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной ДАЦИ. Все убрали. И вот 10 вопросов она решила задать своему куратору. Будьте ли вы так любезны, уважаемая Вега, ответить на эти вопросы? Да, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Моё имя Вега неспроста. Ты лирианка, так же, как и я. Созвездие Лира находится в северном полушарии. И самая яркая звезда – это Вега. Это очень яркая звезда. Ярче в неё только Арктур. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Благодарю вас. И мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады. Благодарю за это приветствие. Мне приятно находиться здесь и общаться с вами. Нам очень приятно это слышать. Можем дальше продвигаться или вы хотели добавить что-нибудь ещё? Продвигайтесь, пожалуйста. Второй вопрос. Как я могу связаться с тобой, куратором, напрямую? И как мне ощутить твоей энергией, укрепить нашу связь? Для того, чтобы ощутить нашу энергию, тебе нужно научиться ощущать свои энергии для начала. Сейчас эти энергии выглядят как лучи. Аура, как вы называете, вокруг тебя. Это светлые белые энергии. Твой стержень, он очень слепящий. Я бы сказала, белизна доходит до ослепления и дальше расходится лучами. Но вопрос был, как связаться с куратором, если я помню. Абсолютно верно. Напрямую. Напрямую мы связываемся. Телепатический короткий вопрос, короткий ответ. Мне очень нравится, как ты создала ауру из своих энергий, которые выходят за пределы твоего тела. Это твоя защита. Я так понимаю, что она у тебя и была. Просто не была активирована, и ты про нее не знала. Можешь визуализировать. Это защита из лучей лиры вокруг себя. И в этом состоянии медитировать и входить в определенное состояние, где ты можешь задавать свои вопросы мне и слушать ответы. Благодарю. И как вы сказали, короткий вопрос, короткие ответы. Это очень важно. Благодарю вас, уважаемая Вега. Я перехожу с вашего разрешения к третьему вопросу. Как мне лучше почувствовать и взаимодействовать со своей энергией? Лучше ее представить. Представить, как я уже сказала, как белые энергии. Внутри слепящие, на которые трудно смотреть. Расходящиеся лучами из твоего позвоночника вокруг тебя. Ты можешь не видеть их круг, но вокруг себя ты можешь представить ауру из лучей энергии. Это излучающие энергии, которые выходят из тебя. Это очень сильные и добрые энергии. Они могут быть как энергиями защиты, так и медицинские для лирианцев. Ты можешь излучать себя своими энергиями, наполняя клетки и разжигая лучи. Отвечаю на твой вопрос. Я бы сказала, что главное – это визуализация и намерение. Чем сильнее намерение, тем четче визуализация, тем тверже твой стержень. Благодарю. Благодарю вас, Вега. Перехожу к четвертому вопросу. Каковы задачи моей души здесь, на Земле, в этом воплощении? И почему я решила перевоплотиться снова? Чтобы развиваться, душа воплощается на разных объектах. Планета Земля наполнила чувствами, эмоциями и, конечно же, биороботом. Именно для этого ты здесь. Получать удовольствие биоробота и контролировать эмоции и учиться чувствовать правильно, находя гармонию внутри себя, в центре своего стержня. Балансируя. Ведь когда ты эмоционируешь, твой стержень становится резким. И ты можешь резать людей своими словами, выплескивая лирианскую энергию. После этого ты чувствуешь обессиленность сама. Как я уже сказала, это добрые энергии. Именно на Земле ты можешь получить такое обучение, пройти такое обучение и получить такой опыт. Чувства, эмоции и биоробот. Такая связь есть только на Земле. Благодарю. Она еще спрашивала, почему я решил воплотиться снова. Оставим эту часть? Потому что знания, полученные при прослом воплощении, были ограничены. В каждом воплощении мы получаем новую эру, новую эпоху и новые знания. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемая Вега. Если мы здесь закончили, можем продвигаться дальше? Можем. Благодарю вас. Пятый вопрос. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Ты не веришь сама в себя, ставишь под сомнение информацию, которой владеешь. Самоуверенность тоже не приведет ни к чему хорошему, но анализ и мышление помогут тебе найти правильный путь. Благодарю. Благодарю вас, Вега. Шестой вопрос. Каков ваш лучший совет для моего роста прямо сейчас? Прямо сейчас я рада, что мы находимся в этой комнате и можем общаться. Это уже продуктивный рост. Дальнейшее будет зависеть от тебя, насколько ты научишься визуализировать и владеть своими энергиями, применяя свои намерения. Благодарю. Благодарю вас, Вега. Седьмой вопрос. Каковы мои скрытые таланты, которые я не использую в настоящий момент, и на какие таланты мне следует обратить внимание? Ты можешь больше помогать людям. Твоя энергия несет доброту, но сперва нужно научиться помогать себе, заполняться энергиями, знать их источники, уметь поднимать вибрации и держать себя в гармонии, развивая свои таланты. Благодарю. Благодарю. Я вас, Вега. Восьмой вопрос. Здесь вопрос-ситуация. У меня в детстве был воображаемый друг Сибиниш. Кто это был? Была ли это моя фантазия или это была какая-то сущность, энергия, с которой я общалась? Если это было существо, то куда оно делось и почему? Такой вопрос. Это был твой куратор, то есть я. До какого-то определенного момента ты могла видеть и ощущать телепатически нашу связь. После этого связь прекратилась, но тоска в душе осталась. И ты, как я уже выше говорила, сомневаешься, что же это было. Правда или неправда? Мне приятно, что ты донесла эти воспоминания до сегодняшнего дня. Благодарю. Благодарю вас. И до какого возраста дети могут поддерживать контакт, если позволите задать направляющий вопрос? Если ребенок правильно воспитан, и родители объясняли, связь не прекращается. Но у вас на земле есть определенные этапы жизни. Семилетний возраст считается переходом. Вот он позже происходит у кого-то раньше. Благодарю вас, уважаемая Вега. Это был мой вопрос. Благодарю вас. Девятый вопрос. Были ли у меня воплощения в Лемурии, Атлантиде или мире русалок? Что я должна знать, использовать от этих воплощений? Да, у тебя были воплощения в Лемурии. Что ты должна знать, тебе здесь не пригодится. Здесь тебе, как я уже говорила, нужно держать баланс между эмоциями, чувствами. Следить за своим здоровьем и биотелом. И биороботом. Секунду. Есть межгалактическая школа, в которой ты училась. Мир русалок, эльф, фей, Лемурия, Атлантида. Многое другое проходит в этой школе. А также магию и их поведение. Эта генетическая память осталась у тебя. Благодарю. Благодарю вас. И у нас остался последний, десятый вопрос. Что еще важно знать моей душе, чего я не подумала спросить? Твоей душе важно знать, что чем больше ты сомневаешься, тем менее ярки твои энергии. Чем больше ты уверена внутри, тем тверже твой стержень. Я уже говорила про самоуверенность. Если ты сомневаешься, ты можешь задать короткий вопрос, получить короткий ответ. Сейчас, секунду. Если ты будешь развиваться, держать в чистоте своей энергии, прорабатывать получаемую информацию, твоя душа будет развиваться, знание будет приходить, твоя жизнь будет интересной и насыщенной. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Вега. Вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень, это был бы самый лучший момент. Дело в том, что стержень активирован. Но дай мне твои руки, я покажу, как это работает. Твой стержень сейчас невидим, но, видимо, аура вокруг тебя с твоими лучами. Галерианской энергии. Стержень – это то, про что я говорила. Он находится внутри тебя. Сейчас я подсвечу его. Ты видишь это, как стержень со слепляющими белыми энергиями, которые выходят из тебя и перемещаются за пределы твоего тела. Это стержень и есть твой дух и твоя сила, твоего намерения. Намерение без знаний может быть ограничено. Именно поэтому нужна доброта, чтобы твои намерения были добрыми. Даже если ты ошибаешься, ты делаешь это с добротой. Поэтому нужен анализ. И не сама уверенность, а уверенность. Тержень активирован. Ван, благодарю. Уважаемая Вега, благодарю вас за эти ответы, которые вы сегодня нам предоставили по просьбе вашей подопечной. В нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Ее уже знают в созвездии Лира. Вы, возможно, еще нет. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам в комнату диагностики, мы делаем всегда один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми сочными и спелыми ягодами, которые есть только на Земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение куратора Веги, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту сегодняшнюю встречу, за ее помощь и просто на добрые воспоминания. Какой прекрасный подарок. Да, мне очень приятно. Благодарим вас. Принять эту корзину с ягодами. Она останется со мной. Я благодарю вас за эту встречу и за то, что ты пожелала встретиться со мной. Передавайте, пожалуйста, привет. Созвездие Лира от нас с Верой. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы открыть им двери, убрать все, что им мешает. И в эти двери они уже пойдут дальше сами. Прекрасное предложение. Благодарю вас за это. Благодарю вас, Вега. Всего вам наилучшего. И на этом месте мы говорим до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Датцы, мы закончили встречу с вашим куратором Вегой, созвездие Лира. Вы получили ответы на все свои вопросы? Да, но мне нужно будет их еще обдумывать. Благодарю вас за эту встречу. Замечательно. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Наш администратор перешлет вам рекомендации, текст манифеста, как заправлять себя энергиями. Вся эта информация у нас присутствует на канале в обучающих видео. Вы можете этим заниматься. Я думаю, куратор бы то же самое вам посоветовал. А сейчас возвращаем вас. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Датцы в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok